Сегодня магаданцы смогли поддержать наш город. На избирательных участках волонтеры собирали подписи за присвоение Магадану звания «Город трудовой дублести». Это заключительный этап в подготовке документов для направления президенту Владимиру Путину. 2-20 минут, то, что мы тут стоим, в своем подписи проголосовало 20 человек. Не все хотят голосовать, у многих нет времени, некоторые просто не в настроении утром. Но многие подходят с улыбкой, слушают, подписывают. Напомним, такое звание присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. Для города, конечно, хорошо. Такой статус. Я ветеран труда Магаданской области, поэтому отдал. Давно надо было это сделать. Весной магаданцы собрали исторические, архивные, музейные, печатные факты и материалы, подтверждающие большой вклад магаданцев и предприятий города в достижение Великой Победы. Колымский парламент направил документы на экспертизу в Российскую Академию Наук. В июне получено экспертное заключение РАН о наличии основания для присвоения Магадану звания «Город трудовой доблести». Теперь все зависит от горожан, которые в эти дни поставили свои подписи. Город Магадан сделал много для того, чтобы одержать победу Великой Отечественной войне. Во-первых, Магадан собирал деньги, приобретал боевую технику для того, чтобы на ней воевали войска на фронте. Через Магадан проходила героическая трасса Алсива, памятник летчикам, который мы открыли в этом году, 9 мая. Здесь работали предприятия, которые в том числе отправляли продукцию для заводов, работающих на оборонную промышленность. Около 40 тонн золота добывалось для того, чтобы в том числе и закупать за золото технику для фронтов советской армии. Подписи за присвоение званий собирали на всех городских избирательных участках города. Работали 55 волонтеров от Управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана.